Что такое потребность жить в кризисе и хаосе УВДА? Потребность жить в кризисе и хаосе УВДА – это внутренняя потребность жить в эмоциональной нетрезвости, возбуждении, напряжении и истерике, вынесенной из алкогольной родительской семьи. Например, посмотреть новости в Инстаграм и без понимания, что происходит, начать паниковать и колотиться в тревоге. Например, послушать сторис у людей, которые сами не понимают, что происходит, начать накручивать себе ужасы в голове до нервного срыва. Например, разжигать себе панику и ужас, смотреть новости каждый час и еще больше доводить себя до нервного срыва. Например, начать в истерическом, эмоционально нетрезвом состоянии бежать в банк и снимать деньги со счетов. Например, начать звонить в панике и истерике всем родным и близким, которые сами внеадеквате, и начать массовую панику и истерику по телефону. Итак, ВДА – это человек, живущий с нездоровой внутренней потребностью кризиса и хаоса, не умеющий трезво смотреть на мир, в любой кризисной ситуации начнет погружаться еще больше во внутренний кризис и хаос. Что такое эмоциональный качель? Эмоциональные качели – это когда меня качают от чувств то в одну сторону, то в другую. Например, посмотрела новости по телевизору. Сначала меня бросило в страх, потом поднялась тревога, далее меня накрыла паника и меня унесло на весь день. Например, позвонила в панике маме за успокоение. Мама сама в тревоге еще больше накрутила меня. После разговора я ушла в истерику. Например, позвонила подруге, обсудили новости и накрутили себя, что все очень плохо. Меня унесло в истерику, продала всю ночь, не спала до утра. Например, проснулась с утра, сразу схватила телефон, смотрю новости, еще не успела глаза продрать. Меня уже в постели колотят с утра от страха и ужаса. Я в панике начинаю свое утро, еду на работе в колотуне и ужасе. Например, иду мимо банка, смотрю, люди суетятся, снимают деньги из банкомата. Подключилась к массовой панике, встала в очередь, решила тоже снимать деньги, встаю в колотуне. Итог. Психика ВДА с детства выучила. Что жить в эмоциональных качелях – это норма жизни, так как дома никогда не было спокойно, стабильно, безопасно. И поэтому сегодня на любые события и перемены в моей жизни я буду реагировать эмоциональной нетрезвостью. Потребность жить в кризисе и хаосе у ВДА сформировалась в родительской семье, так как в доме из алкоголизма царил кризис и хаос. Проявление потребности жить в кризисе и хаосе будет проявляться в поведении ВДА как по отношению к себе, так и к окружающему миру. Например, Илона смотрит каждый час новость, из-за чего у нее растет напряжение и страх. Илона толком не способна выполнять свою работу, ушла в эмоциональный хаос. Вера весь день проводит вслежки за новостными событиями и совершенно забыла про свои обычные повседневные дела. Например, на работе Маша проводит визель в постоянных обсуждениях про новости. Маша не способна остановиться, ее просто засасывают воронку с плетями. Например, Лида из-за перемен жестко решила экономию, ушла в изоляцию, отказалась от услуг психолога. Сидит целыми днями в новостях и эмоционально выгорает в изоляции и в одиночестве. Тут очень такой вот показательный пример, что человек в состоянии эмоциональной нетрезвости и кризиса не способен выбрать самосохранение и те функции, которые на сегодня нужно поддерживать для того, чтобы мне быть в адеквате и в здравомыслии. То есть вычеркивает услуги психолога, хотя на самом деле для ВДА это крайне важно. Особенно в ситуации очень таких сложных. Опять-таки здесь подчеркивается неспособность человека ВДА трезво мыслить и выбирать то, что будет полезно. Следующий пример. Алина перестала есть и спать нормально, ушла в эмоциональный запой, следит беспрерывно за новостями, живет напряжение и страхи. Итог. Для ВДА ситуация кризиса и хаоса будет знакомой с рядой разрушения себя, вынесенного из детства. Выбраться самостоятельно из внутреннего кризиса и хаоса будет совершенно невозможно. Не по силам для ВДА, нет внутренних ресурсов и опыта, вынесенного из детства. Как я, ВДА, буду реагировать на кризис и хаос вокруг себя? Человек ВДА унесется в эмоциональную нетрезвость, панику, ужас и неадекватное состояние на грани истерики. Например, Женя будет смотреть ежеминутно новости и раздувать внутри страшные картины будущего, загоняя себя в позицию жертв. Саша побежит с утра пораньше в банкомат, снимает все деньги и начнет прятать их под матрас. Кристина будет жить от новостей до новостей, колотиться в страхе от перемен, будет эмоционально употреблять негатив. Дина будет сидеть то на телефоне, обсуждая новости, то сидеть в новостях, накручивая себя до истерики. Аня будет паниковать и трясти всех вокруг, родных и близких. Что нам дальше делать, как нам дальше жить на грани истерики. Итог. Человек с диагнозом ВДА не имеет внутренней стабильной базы для самосохранения в кризисные моменты жизни, из-за чего начнет разрушаться еще больше. Без специальной психологической помощи, специалиста, понимающий специфику ВДА. Человек с диагнозом ВДА обречен на самоуничтожение. Как ВДА будет вести себя в ситуациях кризисных перемен? В ситуациях кризисных перемен ВДА будет разрушать себя и свою жизнь. Например, чем больше ИНа смотрит новости, тем хуже себя чувствует. Но ИНа не в состоянии остановиться, так как у ВДА в негативной информации пойдет тяга. ЛЕРА ВДА, нагретая ситуацией от новостей, будет сливать свое раздражение на мужа и детей в виде претензий, придирок и недовольствий. ЛИНА ВДА будет колотиться в страхе от новостей и решит отказаться от услуг психолога, думая, что она справится, хотя на самом деле ВДА человек будет тонуть один на один со своей дисфункциональной головой. ЛИНА ВДА от ужаса новостей начнет крутить страшные картины будущего у себя в голове и доведет себя до истерики. ЛИНА ВДА будет стараться со всеми обсуждать тему новостей, но чем больше Вера будет это делать, тем хуже и хуже ей будет становиться. ЛИНА ВДА ВДА в любом кризисе ВДА не сможет сам с собой справиться с эмоциональной нетрезвостью и будет еще больше разрушать себя. ЛИНА ВДА человеку самому не справится со своим деструктивным внутренним миром. Нужна серьезная работа над собой. Почему ВДА не способна трезво реагировать на кризис? Внутри у ВДА нет трезвой картины мира и нет трезвого опыта, вынесенного из детства. А есть как раз таки опыт, как жить в системе разрушения, кризиса и хаоса. В детстве Мила жила в семейной системе, где все определял алкоголизм отца. Жить спокойно было невозможно от слова совсем. Сегодня при возникновении любого кризиса Мила погружается автоматически в нетрезвое поведение в виде паники, жуткого страха и отчаяния. В детстве Галя жила с маниакально тревожной мамой. Маме невозможно было что-либо рассказать. Мама сразу впадала в панику, в ужас и катастрофическое мышление. Сегодня, если Галя попадает в ситуацию кризиса, Галя автоматически начинает колотиться в панике, ужасе и истерике, точно так же, как и ее мама. В детстве Галя росла с мамой-контролером. От мамы было не скрыться. Мама везде и всюду лезла и не давала мне жить и даже дышать. Сегодня Галя по образу и подобию матери, попадая в ситуацию кризиса, одержимо контролирует все события и новости. Эмоционально выгорает и разрушается еще больше. В детстве Вика жила с гневливой мамой. Мама была постоянно в раздражении и выливала все свои недовольства на меня. Сегодня, когда Вика попадает в ситуацию кризиса, Вику уносит в гневливое состояние, которое она подпитывает через просмотр новостей каждый час. В детстве Яна жила с эмоционально возбужденной мамой. Было такое чувство, что мама все время мотает из стороны в сторону от разного спектра чувств. Я не помню маму спокойно. Сегодня, когда Яна попадает в кризисы, Яна уносит по образу и подобию матери. То в страх, то в гнев, то в панику, то в истерику. Итог. В любой кризисной ситуации ВДА будет реагировать точно так же, как он выучил в детстве. То есть абсолютно нетрезво и неадекватно. Ибо сегодня я есть ровно то, чему я научилась в детстве. Но выход из всего этого есть. И хочу немного рассказать о себе, кто еще не знаком со мной. Меня зовут Богнова Ася Юрьевна. Я семейный психолог. Работаю именно с людьми с диагнозом ВДА и созависимость. Какие виды помощи я оказываю. И очень, наверное, на злобу дня актуально, что сейчас особенно люди, подверженные таким острым мироощущениям, очень нуждаются в психологической помощи. И специально для людей ВДА я есть человек, который научился и знает уже с профессиональной точки зрения, как человеку ВДА в таких катастрофических переменах вокруг оставаться в адеквате, в адеквате, в спокойствии, жить повседневными делами. Потому что от того, что буду я ворвать волосы у себя на голове, не буду я их ворвать. Буду я метаться в истерике по квартире, не буду я метаться в истерике по квартире. Буду я там выгорать и вводить в себя психический срыв, не буду я этого делать, ничего я не изменю. То есть от меня, по сути, в данном контексте происходящего ничего не зависит. Но так как я человек, давайте так, кто такой человек? Вот, да, это человек травмирован. Ну, это человек инвалид, я не знаю, там, нездоровый изначально. То есть человек нездоров. И, разумеется, любой стресс на него наложен и будет вызывать, ну, воспаление, травматики, вынесенные из детства. То есть в ситуации кризиса и обострения человеку нужен, ну, как это, знаете, всё равно, что обострился гастрит, вот нужно бежать к врачу, чтобы понять, как там останавливать, да, вот этот процесс, что нужно принимать, как нужно себя лечить, как себя поддержать. То же самое в ситуациях людей, вот, да. Здесь точно такая же история. То есть происходит воспаление психики, вот этих воспоминаний, триггеров детских, и человек всё его уносит. То есть здесь нет тормозов, ты не затормозишься. Ну, потому что там куча отрицания и много эмоциональной нетрезвости. То есть человек, вот, да, ну, это считаете человек, который постоянно, ну, как выпивший ходит, но только от чувств. То есть человек нетрезвый. И вот он, нетрезвый, под градусами, попадает в ситуацию катастрофы какой-то, да, внешне. Что с ним будет? Он будет такой, ну, пьяный, и ещё больше будет, что делать алкоголик будет в ситуации кризиса, ну, настоящий алкоголик. Он будет бухать. Будет ещё больше напиваться до умопомрачения, до опухления. То же самое будет делать ВДА. Только ВДА будет делать, ну, если, конечно, ВДА плюс зависимый человек, он то же самое будет делать. Если ВДА просто, да, без зависимого поведения, то он будет эмоционально употреблять. Употреблять эмоциональный негатив. Ну, кратко. Да? Что, ну, я и описала в эфире. Да, поэтому, ну, человек, он, ну, нужен детокс. Да, то есть нужен брать. То есть, ну, как-то в контексте ВДА нужен специалист, который поможет ему постепенно выбираться из кошмара этого. Вот. И тут, знаете, ну, конечно, можно, ну, как бы сейчас забояться, там, начать, там, как бы, не знаю, деньги в матрас прятать. Конечно, можно это делать, наверное, но... Я всё-таки считаю, что, ну, жить сегодня, по крайней мере, здесь, сейчас, да, в адеквате, это важнее, чем я буду трястись в колотуне, там, на матрасе одна. И, как бы, ну, мне будет хуже, однозначно. Лучше мне не станет. Вот, это, это иллюзия. Вот. И, мало того, моя семья будет в мандраже, потому что, если я, там, ну, да, мама или жена, то я всех достану, там, буду трясти всех вокруг, и все будут трястись вместе со мной. И, представьте, а нам надо просто жить, ну, вот, жить, да, вот, у нас семья, ну, по крайней мере, сейчас ещё, там, мы не сидим где-то, там, под землёй, там, и надо жить, там, на работу ходить, там, кушать, готовить, не знаю, там, ну, за детками ходить в школу, там, с детками как-то, вот, уроки делать, как-то их тоже стабилизировать, а получается, что я, ну, больной человек, учу болезни детей, если они у меня есть, мы можем портиться отношения, или мы вдвоём с мужем вода, тоже колотимся, ну, вообще, замечательная история. Но, зато я буду экономить на психологических услугах, ну, вот, будем сходить с ума. То есть, как бы, да, вот, поэтому, я что хочу сказать, я готова, помогает, я работаю психологом, у меня очень хороший опыт, и те люди, которые, у меня есть пациенты, которые уже два года с ними занимаются, полтора года, год, ну, то есть, да, люди, которые поняли, что у них есть результат, и мы идём дальше. Конечно, скажу так, что терапия, конечно, долгосрочная, потому что, ну, представьте, вот 30 лет, 20, 30 лет, кому-то 40 лет, жили, ну, вообще, в неадекватном мышлении, поведении и мировоззрении. Каким образом? За 3-4 встреч за месяц я стану другим человеком. Какие такие сверхъестественные чудеса могут произойти с ними? Ну, никакие. То есть, здесь адекватность будет в чём? Что понимать, что, да, я нуждаюсь в помощи, я хочу просто быть в пути. Потому что есть пациенты, которые очень часто трясут меня и говорят, скажите, сколько нужно встреч, количество назовите. Я могу только статистические данные привести, что это в среднем 1-3 год, если вы хотите качественных результатов. Ну, к сожалению или к счастью, психика, она как постепенно замораживается из детства, да, потому что психика вода, она заморожена. Почему? Потому что ребёнок не выдержал бы в алкогольном кошмаре расти, если бы не было отрицания у нашей психики, да. Вот, поэтому очень многие чувства и очень многие модели мышления и поведения, они заморожены, ну, в плане неосознаваемых, да, которые разрушают меня сегодня. Вот, и поэтому, когда я прихожу на терапию, я постепенно выхожу оттуда, из этого отрицания. И нужно просто настраиваться, что, ну, вот, знаете, сверхчудес прям сразу, ну, не будет. Оно накапливается, то есть, знаете, как осилит дорогу души, то есть ты идёшь, ты в пути. И постепенно я увижу результаты, я в какой-то невзначале пойму, что я изменилась. Ну, просто это невозможно отследить, там, поэтому, ну, как-то так, вот. И, ну, моё мнение, что нужно в первую очередь начинать с внутреннего мира. Если я хочу перемен любых во внешней среде, неважно каких, да, там, социальных, материальных, духовных, да, даже биологических, то есть здоровых, да, если у меня внутри будет порядок и будет душевный покой, и я смогу понимать, какие рычаги использовать, чтобы сейчас остановить безумие моей головой, истерику, панику, невроз, да, то я смогу выровнять своё внутреннее состояние. Когда я выровняю внутреннее состояние, протрезвею, мне будет гораздо легче, ну, предпринимать адекватные решения. То есть я смогу, ну, жить более адекватно. Ну, не обязательно именно в кризисе, вообще, в принципе, в жизни. ВД без кризисов живёт в кризисе. ВД, внешний кризис не нужен, там внутренняя война и внутренний кризис пожизненно. Поэтому, ну, вот как-то так. Вот, поэтому всем, кто нуждается в помощи, понимает, что смысл ждать, знаете, вот это ещё, что само собой всё рассосётся, и что-то изменится, ну, внутренне, это не произойдёт. Нет, так не будет, будет хуже. Ну, ну, знаете, ну, это всё равно, что вот у меня перелом, а, ну, мне нужно там вправить кости, чтобы мне их там вправили ещё, ну, жили, это, гипс. А я думаю, что я лопухи сейчас приложу себе к руке, забинтую травой, ну, и как бы они зарастут и сами вправятся. Лопухи подействуют. Ну, к сожалению. Поэтому как-то так, да. Вот, и какие виды помощи я оказываю? Это первый вид помощи, это индивидуально, онлайн-терапия. Я работаю онлайн. Один раз в неделю встречу по одному часу, на которых мы разбираем вашу сегодняшнюю жизнь за неделю, и, ну, там даётся задание, вот вы приносите эти задания, и мы разбираемся с вашей жизнью в сегодняшнем дне, потому что вы живёте сегодня. А вторая часть, если остаётся время, но это не всегда так бывает, мы работаем именно по вода, на теме. Работаем именно в этом ключе, смотрим на вас, ну, как на вода, и я помогаю человеку разобраться, в чём же, что такое вода во мне, да, украдка. Вот где я, вода, да. Вот, и как это проявляется в моей жизни и проявлялась в детстве. То есть, ну, такая глубокая работа, это так, в нескольких словах. Вот. И двигаясь планомерно, встреча за встречей, спокойно настроившись на, да, помощь себе, да, это вклад в первую очередь в себя. И опять-таки, если я там, ну, решил экономить на своём внутреннем мире, на своём здоровье, но это только я от себя забираю. Я же себя обделяю, никого. Очень часто тоже бывает такое отрицание у людей. Я помню, когда, ну, вот сейчас цены же повышались, да, и я помню, когда перед Новым годом девочка, у которой есть результаты, она мне сказала, ну, это вот такое отрицание у человека было, что у меня такое чувство, что с меня какие-то деньги выжимают. Ну, я понимала, что это отрицание, да, и, ну, опять-таки, а если я не осознаю, что, ну, любые виды услуг сегодняшнего, они платные. Мне никто не сделает платно зубы, мне никто не вставит импланты, бесплатно. Никто этого делать не будет. Вот до того, что если я хочу качественно сдать анализы, там, кровь и так далее, это тоже платно. Посещение хорошего, квалифицированного специалиста, кандидата медицинских наук и профессора тоже платно. То есть, ну, здесь вот, понимаете, тут вопрос, чего я хочу. Ну, я хочу качественных услуг или я хочу, ну, там, за один рубль, я не знаю, если сейчас такие цены, да, и больше ничего меня не волнует. Ну, здесь вот как-то так, да. Поэтому, ну, опять-таки, я понимаю прекрасно, что трезвости очень мало, да, и иногда пытаюсь просто донести это. Я не знаю, кто услышит или нет, моя задача попробовать. Вот, поэтому, если кто готов складываться в себя, помочь себе, да, сделать свою жизнь более комфортной в плане психического состояния и реакции на окружающий мир и на происходящее сегодня вокруг, я открыта, я готова вам помочь. очень люблю свою работу и вижу, как у меня получается это делать. Вот, поэтому добро пожаловать. Также второй вид помощи, это групповая терапия. на сегодняшний день это формат будет комплексный, то есть, один раз в неделю, если человек ходит индивидуально, он может присоединиться к группе. То есть, в группу беру только своих пациентов, ну, исходя из опыта. Да, потому что так более эффективно оказалось для людей. Вот, комплексная терапия очень эффективна, ну, очень. Там вот, люди, которые занимаются, ну, очень хороший результат. Прямо я за них рада. радуюсь. Вот, поэтому один раз в неделю групповая терапия, да, то есть, на группе мы работаем конкретно с отрицанием, с симптомами ВДА, разбираем, каждый раз я готовлю конкретную тему по специфике ВДА, мы ее разбираем, 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 да, прорабатываем. Человек уходит в группу в трезвом, спокойном состоянии, осознанном, и далее он целую неделю еще дорабатывает внутренне эти процессы. То есть, индивидуальная групповая терапия, они взаимно, ну, как бы, такие вот взаимозам... ну, как бы, они, как продолжение друг друга, давайте так. вот, очень эффективно, я бы всех на комплекс пригласила, если есть возможности, очень эффективно, и, ну, облегчение будет очень классное, особенно сейчас, вот, один раз индивидуально, один раз в группе, просто будет, вот, реально легче, и гораздо лучше состояние, даже, может быть, даже с первого раза, да, ну, потому что легче становится, гораздо, людям на это, это опыт, опять-таки, вот, поэтому, как-то так, на сегодня, я думаю, это все, рада была быть вам всем полезным, меня можно найти в соцсетях, ссылки на соцсети, на мой сайт, будут, будут под видео, и также отзывы о моей работе, вот, так что, всем добро пожаловать, буду рада вам помочь, на сегодня это все, всем доброго дня, и до встречи,